И здравствуйте, и добро пожаловать снова на канал Ласта Фори Беларусь, и здесь я буду проходить оригинальный Battlefield 42 безо всяких дополнений, потому что у меня уже здесь есть на этом канале обоих дополнений, ну конечно там карты всего лишь в алфавитном порядке, но здесь у нас есть, ну не то чтобы совсем человеческая компания, потому что конечно в принципе это тоже коллекция карт, но только с такими вводными текстами, пару абзацев, где пару абзацев больше, где пару абзацев меньше, но тем не менее здесь у нас операция Sekira или Operation Battle Axe, как помнится она называлась в той версии, которая когда-то давно проходила, лет 10 назад или больше, которая была не совсем лицензионной, но теперь-то у меня с лицензионностью давно уже все в порядке, это версия игры 1.61, которая приобретена на EA Origins, она раздавалась какое-то время даром, давайте все это счастье загрузим теперь уже, и будем проходить вперед, потому что здесь у нас есть кое-какие стрелочки и кое-какие карты до того, как мы собственно начнем игру, так что можно частично спланировать, конечно есть самолеты, авиация кое-какие и у нас и у них, но я обычно здесь захожу с правого фланга, владеваем этой точкой, потом этой, потом как-нибудь прорываемся сюда и удерживаем их здесь, потому что по-моему базы незахватываемые, но опять-таки это можно у нас легко проверить, давайте возьмем сюда, сюда, медика, может быть я успею на танк, может быть и не успею. Так, давайте, 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 даже два танка, а, не чувак, у меня другие планы на эту Трантайку, этот Трантас, бронированный или не очень, но все равно нужно учитывать общественность, как вы видите, у нас другое соотношение, не 50 на 50, но тоже не то чтобы сильно уж критическое, то есть сложность будет чуть-чуть повыше, чем это обычно бывает и чем это было в прошлых прохождениях дополнений к этой игре. Привет! Да, будет сложновато это дело захватывать, если я даже прицепиться нормально не могу из-за холмов, которые с одной стороны меня прячут, но с другой стороны совершенно не облегчают задачу. Как-нибудь так поуневрируем, ага, проклятие. Так, есть кто? Нет никого, ух, черт. Кто у нас тут? Ага, этот голодранец. Ну что, мы еще не захватили? Нет, потому что мы за пределами, а к нам никто не идет. Давайте тогда заляжем на дно. Ну дна-то, конечно, здесь нет, здесь вообще с водой туго в пустыне африканской. Но как-нибудь чего-нибудь мы сделаем. Может быть мы даже зарядим пару ударов туда, не думаю, что я попаду с такого расстояния. И покоротаем время. Ага. А теперь, когда у нас уже навелись и мы захватили точку одновременно, то неплохо. Плохо только что починиться я не могу. Не думаю, что с первой попытки у нас удастся это. Вроде бы мы частично в кого-то попадаем. Ух, да, это неприятно. Первый же снаряд меня уничтожит, поэтому это такое хождение по лезвию бритвы. А, не, мне этот определенно не нравится. Так, так. Кстати, как раз вовремя отступил, потому что иначе бы мне было туговато. Я не думаю, что этого хватит, но может быть, если он будет крутиться навести дальше, то может платить. А, не совсем. Смогу ли я добраться? Нет, наверное. Хотя, где там ящик? Ящик здесь. С обоймой у меня пока что более-менее в порядке. Так. Аккуратненько. Перезарядимся. Жаль, что гранат в СО-3. О, вот теперь гораздо больше мне все нравится. Давайте, пока судяное дело захватим эту точку, или поможем, по крайней мере, ее захватить. Уж наши продвигаются не особо активно. Как-нибудь развернемся. И, может быть, завалим этих засанксов. Они довольно крепкие. Для такого недоделанного броневичка. Но уже горят. Так что... Их сила тоже достаточно ограничена. Ага, это у нас всего лишь патрончики от снайпера, да? Пули. Которые нас не подкосят, потому что в бронетехнике находимся. Так что... Этих ребят... Самонадеянных несколько. Более чем следует быть. Мы тоже их как-нибудь изничтожим. Потому что, конечно... Пушка перезаряжается медленно. Орудие наше главное. Но... С другой стороны... И точности от него особо не требуется. По крайней мере, когда мы воюем против приквоты. Куда особо выдвигаться смысла нет. Конечно. Потому что... Точка незахватываемая. Но так... Тролить со стороны мы их можем. И будем. Хотя это будет несколько сложнее. Ведь теперь у них есть только одна точка. И целых 76-75 тикетов. Так что... Они будут спавниться только в одном месте. И... Не будут теперь рассредоточены по всей... Карте. Что, конечно, представляет некоторые дополнительные сложности. Я смотрю. Танки наши... Особо никого не интересуют. По крайней мере, я вижу, что... Ух! Да, это неприятно. Это самолет. Вот. А наша авиация... Тоже где-то. Но ее не особо заметно. Ага. И гранаты. Нет. Давайте мы как-нибудь отступим не задним ходом. А то это и так медленно. А так еще медленнее. Ну что? Нет. Блок побежал туда. Но отвернул. И решил, что он сам в одиночку сделает... Гораздо больше, чем значится в танке. Это странное решение, честно говоря. Но не будем судить ботов. Они, так сказать... Всегда были. Особенно здесь. Ментал челлендж. Ментал челлендж. То есть, так сказать, умственно... Ну, если не отсталые, то ограниченные. Вот. Нет. Наших не надо стрелять. Нехорошо. И попробуем этого засранцы тоже сделать. Вдвоем-то нам это точно по силам. Даже с таким не вполне... Ух, у него оружие. Да, танки у нас хрупкие. Чего и следовало ожидать. Давайте мы что-нибудь так сделаем. Да, здесь может быть даже... Давайте я сделаю так. Может быть это даст положительные результаты. Может и нет. Зависит от того, удастся ли мне захватить тот танк. Потому что, насколько я помню, техника, если в ней не сидеть, и если она чуть-чуть повреждена, то она потихоньку и сливает. Дайте-ка мне. Да, вот это. Дайте-ка мне. И, в конце концов, взрывается. Видимо, для того, чтобы она, если забыта на карте заброшена, то тебе не надо было за ней бежать потом. Потому что иначе она не возродится. У нас же не может быть 100 танков на карте. По крайней мере. На стандартной карте. И мины это хорошо. Но с минами та проблема, что, когда играешь не с реальными людьми на каких-то серверах, а танки наши, они не особенно обходят свои же собственные мины. То есть, искусственный интеллект, он не умеет их определять на карте и просто мчится напролом. Что, с одной стороны, хорошо в плане того, что враги тоже этого не умеют делать, но с другой стороны, кто по нам стреляет, уже не важно. С другой стороны, наши тоже лажаются на своих же зарядах. Поэтому, к сожалению, такая эффективность весьма ограничена. Но у нас полная победа. Это неплохое начало игры. Даже несмотря на такое соотношение, которое большую сложность будет представлять на других картах, а не на этой ступительной, которая вообще довольно-таки простенькая. Ну, относительно. Если мы уж совсем на сумасшедшей, нечестной сложности не играем. Ну, а я убил всего лишь один раз. Все остальное шло у нас довольно неплохо. И даже несколько танков уничтожили, что неудивительно. Их здесь хватает как с одной стороны, так и с другой. Ну, а вам, если понравилось, вы можете нажать на кнопку «Нравится». Есть и другая кнопка тем, кто не понравилось. Есть комментарии, если есть какие-то вопросы или пожелания насчет серии игр. И, соответственно, план состоит в том, чтобы я играл через эту компанию. Потому что у меня она есть на старом канале. Но на старом канале у меня теперь англоязычная направленность. В силу чего приходит из-за старых архивных видео на русском языке много людей из-за этих самых серий, которые там были сравнительно популярны. И потом народ обижается, что, дескать, нового барахла нет на русском языке, которое теперь здесь. Ну, а каждому персонально отвечать меня несколько подзадолбало. Поэтому я сделаю это прохождение здесь. И потом уберу, соответственно, тот вариант старый. И спрячу его от глаз подальше. Ну, а с вами мы останемся. И до следующей встречи, в следующий раз.